Итак, вроде бы вернулись, можно заново сделать мини. Ну, стрим вроде должен нормализоваться теперь, ну и Team Empire надо разбирать. Очень быстро они с банами разобрались, пока перезапускал я стрим. Team Empire, кого-то надо брать, кого-то намить, кого-то соло. С этой стороны давайте посмотрим. Enigma Dying, Magnus, House Knight как-то. В общем, Virtust Pro как-то сами себя загоняет в ловушку каждый раз с этими пиками банами, что набирают героев, которых не забанили, но теперь, как это все расставить, сейчас будут думать. Понятно, что Enigma можно поставить лес, будет дабла в итоге у House Knight какая-то. Могут они сделать, конечно, и Offensive Trayvay, на Dying, House Knight, Enigma пустить на мид. Либо Magnus'а. Enigma может и соло поставить по дена из крипов своими демоник-энверженами. Team Empire пока никак не придумает, кого взять на мид, кого взять на оффлейн. Могут и Клинкса взять Фаннику, повеселиться. Могут еще что-то придумать. Templar Asison, Queen of Pain в бане. Batrider само собой тоже в бане. В общем-то, пока никак не придумают. Вот полминуты остаются. Внезапно, пак. Понятно, что может и на мид, и на оффлейн сходить. Сейчас посмотрим, как они им отыграют. Вот у меня каждый раз, как его не пикают, у меня прям подозрение, что хотят проиграть. Если честно, винрейту этого пака никакой. То есть его победы, победы этого героя в основном только в матчах, когда очень сильная команда играет против совсем ноунеймов. То есть, когда уже совсем очевидны будут стомпы, берут героя просто на проразвлечься. Но, видимо, здесь такая же ситуация. Team Empire поняли, что у них преимущества много. Решили зрителей развлечь. Вот взяли пака. Пару игр могут себе позволить проиграть. В общем-то, не жалко. Ну и здесь ждем последний пик. То есть, минута 20 осталось. Кого здесь надо набирать? Давайте смотреть. Надо брать саппорт в 3-лейн к Хаус Кнайту. 3-лейн, скорее всего, будет аффенсивно, как бы они там взяли Зевса. Хм. Как-то уж совсем начудели, то есть, видимо, выигрывать тоже не сильно хотят. Смотрим, то есть, скорее всего, Зевс падет на мид. Энигма в лес. Undying с Хаус Кнайтом на лейне, ну, как-то это очень смутно представляется мне. Магнус, ноффлейн. Хм. В общем-то, что-то у них с пиками подозрительно. Может, они что-то придумали, конечно, хитрое. Ну, есть у меня большие сомнения по этому поводу. Ну и здесь Клинкс берут, как я и говорил, Фаннику. Надо разбирать. Разбираю своих героев. Фанник взял весь па вместо Клинкса, видимо. Клинкса оставили скандалу. Почему бы и нет? Энэс на Зевсе. Санта. Undying. Эрман. Хаус Кнайт. Саппорт Зевс. Большие сомнения у меня по этому поводу. Ладно, смотрим. Поехали. Радиент. Виртуз Про. Теймай Валд. Магнус. Эрман. Хаус Кнайт. Сай. Энигма. Энэс, собственно, на Зевсе, как я и говорил. Бегут, ползут. Все чуть-чуть не на мид. Эмпайр. Блойя Брейн. Ластилер. Скандал. На Клинксе. Удивлен, что он на Клинксе, что не стали они свапаться. Сайлент. На паке идет на соло стоять. Ну и здесь Габлак. Кипровзлайт. Ну и Фанник на Виспе. С какой-то прям сходу смок с левел 1. Идут, видимо, делать ФБ. По-хитрому идут делать ФБ. Пока никто ничего не вкачал. То есть вкачаны только станы. То есть вкачаны с хаусболт, что наверняка ловить. А здесь пока не конверженс, не все остальное. Находят. Находят Анигаблака. Гонят. На коне. Достаточно быстро. 325 мувспида. Ну и здесь стянул весь пдал мувспид. Ну и не получился ферстбат. Не получился смокгэнг. Поставили вард в пул. Здесь тоже вард в пул поставил сайлент. Говорят, что лагает. Но перезапускать стрим я не буду. Я уже начал игру и... Сделать заново интродакшн. Как-то это... Не самая лучшая идея, мне кажется. Посмотрим. Если совсем все плохо, отпишите. Расходится по лейнам. Смотрим здесь. Тэммайвалд идет на мид на Магнусе. Эйрмен. Похоже, что будет соло против пака. Здесь какой-то прям дабл мид у них. Что они здесь сделают, я до сих пор не пойму. Девс пошел, видимо, стоять снизу, сделать от пола. То есть... Пока что он просто мимо здесь проходил. Скандал. Начинает харась. Сход тэммайвалд. Понятно, что милишного героя на миде подпускать к репам. Это... Ну, просто нехорошо. Санта. Раскидывает дикей первые. Как бы он здесь сам не попался. Здесь... Ластилер. Есть висп. Ну, в общем-то, уровень с второго стресса мог начать сбивать. Ну, и с опору Девс как-то... Не особо у меня это укладывается. Как это можно все... Обыграть хорошо. Он ходит, гоняет автоатаками. Автоатаки у него там 46 урона, в общем-то. Фак. Персонаж не самый плотный, в принципе. Пугает его Зевс. Отогнал от фарма. Тэммайвалд уже на пол хп. Скандал. 5 хрипов. Здесь 3 хрипа. Шок вейвемод. Он потихонечку добивает. На первом месте, само собой, ластилер по хрипам. Он на фрифарме здесь. Опять приходит НС и опять отгоняет. Везем, у него такая работа вот у Зевса, что экспириенс им не нужен. И вот важнее ПВП. Вот такой вот у них ПВП. Сейчас переедет его иллюзори арбом. Неужели не понимает? В итоге, Эйрмен берет ферстблат на паке. Пак тоже убил Зевса. Как-то он, видимо, думал, что его иллюзори арб сильнее продамажит, но иллюзори арб был первого уровня, там всего 70 урона. Не самый сильный спелл на первом уровне. Это потом уже он достаточно больно бьет, раскатывает. Вот такой вот ферстблат. Случил дабл демч, оп. Ну, стрим совсем, совсем умер. Вроде бы поднялся. Скандалы здесь теперь уже с Магнусом ПВП. Ну и Магнус его внезапно убивает. Скандал хотел включить свой скелетон-волк, но... Не получилось. Вроде бы поднялся уже стрим. Какая-то прям совсем незадача. Надеюсь, что это последняя игра за вечер, что... Потом можно спокойно резать воду. До этого вроде бы игры не так сильно лагались. Хорошо было. И здесь на Санто уже прилетели и инициируют. Пытались порезать тезером. Не сильно получилось, но Санто уходит. Давайте проверю стрим. Продолжаются дропы какие-то. Даже я не знаю, как это обыграть. Как и сможем. Вроде поднялся. Понизил битрейт до 1000. То есть совсем будет плохое качество, но... Смотри, блин, хотя бы. Скандал опять здесь получает. Один раз пока стримы падли. Потом я пытаюсь склеить это. Вот, смотри, блин. Здесь, тем временем, Зев с Паком опять убили Пака. В который раз. Уже щит 3-1. Вроде все хорошо теперь должно быть. Иртус Про пока более-менее убивает. Но как-то они на ошибках. Эмпайр. Эмпайр слишком наград. Что вот... Что скандал здесь наполучал от Магнуса. Он убил его с дабл дэмэджем. Что Пак? В общем-то Пак понятно, что... Герой худенький. Пытаться тут какой-то ПВП устраивать не самая лучшая идея. Вот он иллюзерёрк использует. Теперь можно его убивать. Была бы мана только у Эйрмана. К сожалению, мана у него нет. Но и... Пока что просто так его гоняет Хаус Кнайт. Здесь пытаются опять убивать Санту. Порезли. Замедлили. Санта подожил иллюминейт. Пытается бежать. Стреляет и... Ещё один удар был. Вот 3 хп осталось у Санту, между прочим. Иллюминейтом. Отлично. Всё правильно сделал Габлак. Здесь ещё Тумстоун они зафармили. Получили дополнительное золото. В общем-то, всё просто прекрасно. Что за рецепт? Рецепт на Медас уже есть у Лайс Тиллера в Блове Брейна. Сейчас он купит ещё и перчатку. И, в общем-то, Медас на пятой минуте. Не так уж и плохо. Здесь 23 крипа у Магнуса. 28 у... Скандала. Несмотря на то, что он один раз здесь умер, Скандал расфармился вполне неплохо. Эрмэн ходит. Прожал он стик. Немножко отхилился. Но вот хп у него маловато. Его... Полечить кому-нибудь саппорта, кто здесь ходит. Это Энигма. У Энигмы вообще ничего нет. Никаких расходок. Вот приходит Зевс на мид. Видимо, Зевса взяли. Чтобы просто подсвечил своими лайтнинг-болтами. Пассивка уже вкачана. Два урны в лайтнинг-болте. Энигма смотрит. Показала руну. Паку. Отлично. Прямо сверху дала ему Мальфистан. Ну и... Реверс Полярит не пожалели. Энигма ещё и килл забрала. Здесь сверху чуть ли не идолон добил Пака. В общем-то, 4-2 уже счёт. На шестой минуте Магнус пошёл покупать Аркейн Бут. Покупает. Здесь на него сверху чуть ли не наступает лошадью. Тайма ват. Оф. Кипер взлайт. У меня падение с стрима. Немного сбили с толку. Давайте смотреть, как здесь в early game. У Дайров теперь... Несмотря на то, что килл за киллом они отдавали. В общем-то, появился Мидас. И всё больше и больше по экспириенсу преимущества отходят. В команде Дайра, в команде Эмпайра. Санту начали покусывать. По золоту пока что у резинентов преимущество. Но это ненадолго. Просто, знаете, там снизу был Пака. Я же смотрю, что из Санты будет убьёт и для его Блэйв Брейн. Там Висп вроде прилетел. Однако уже и там стоун и всё на свете. В общем-то, по Тауэр так нырять. Пока что рановато. Пак пока совсем не работает. Вот, как я и говорил, он пошёл в оффлейн. 4-0 уже. 1-4-0. Четыре раза умер. Ну и как бы для седьмой минуты результат, ну просто отвратительный. Мидас есть. Мидас им постоянно живёт крипов. В общем-то, можно переключать уже спокойно на Нетворс. Видим, что у Хаос Кнайта здесь 2 килла на Апаки набил. Крипов 43 крипа. Первый по Нетворсу. Ну, скоро его догонит Лайфстиллер. Лайфстиллер, давайте посмотрим. 47 крипов. Крипов одинаково. Но есть Мидас. Блэйдз Фатак купил. Сейчас купит скоро уже Фейсбутс. На Зевса надо посмотреть. То есть у Зевса вот 5 уровня. Он уже где-то наполучал уровень. Скорее всего, вот именно на Апаки. Таймайвалт идёт на руну. Здесь в лесу очень плотные скопления. Вот ещё и Луминейтом чуть не сшибли здесь Магнуса. Пытались фармить стаки. На стаках хорошо отфармливаются и Фаникой Габлак дополнительный экспириенс получает. Вот уже 6 уровень наконец у Виспа. Можно что-то пробовать куда-то лететь. Понятное дело, не с Габлаком. Очень им удобно. То есть кидает Тезера на Кипровзлайта. И он даёт Чакра Мэджик Фанику и сам получает тоже ману обратно. То есть сразу 2 героя ману взливает. Санта ставит Томмстон. У него агрится Blow Your Brain. И здесь внезапно приходит Энигма. Блэк Холл. Не жалко. Зевс раскастовывается. Висп улетел. Пытался спасти его. Висп улетел в Фантан. Просто перепугался. Но сейчас вернётся обратно. Здесь убивает Габлака. Ждут точки возврата Виспа. Сейчас он вернётся, тоже умрёт. Висп пытался стянуться на Крипа. Ну и Дабл Килл получает Энигма. Очень хорошо они здесь поганкли-то. Троих внезапно убили. Разходится. Могли бы и подпушить здесь, пока никого нет. Собственно, не знаю, почему они этого не сделали. Здесь прилетел уже полный барабан Эрмэна. Ну и пока что Виртуз Про вроде бы крепко встали на ноги. Тауэр сейчас начнет пушиться. Сейчас они его, похоже, и заберут. Если никто не прилетит. Учитывая, сколько здесь Эдолонов. Правда, не так им долго здесь длится ещё, но... Тем не менее. Крипов сходу всех убивают. Ещё Эдолонов наделали. Ну и Тауэр добирает. Тауэр медлить нельзя. Зевс дал ультимейт. И... Кому где Эйрмен? Кого они здесь убили? Убили здесь Фаник. То есть, ультимейт был просто на просветите. Сходу Фаника добили. Пока я глядел на этот Тауэр. Прошли Апплкил. Здесь по экспириенсу видно, сходу выбивается. По золоту тоже пошёл отрыв. То есть, пока Блэйбрейн фармит. Им надо весь Сверлигейм здесь скорее делать. То есть, можно уже идти и на мид пушить. Скоро начнёт появляться Мека. Давайте посмотрим, покликаем. Ладно, пока здесь ничего нет особо. Бегут, летят куда-то, хотят кого-то убить. Санту находят. Пытался он улететь, но здесь столько урона, что... ...просто уже не улетишь. Не такой уж и плотный без стака Фандаинг. Интересно мне, что скандал. Скандалы об Ливенстав есть. До второго осталось совсем немного. То есть, не с горами. Оркит Малеренс. Пак. Внезапно получил даблкил здесь. Ну, здесь, в общем-то, прилетели друзья его с виспом. Ладно, надо мне побольше на карту смотреть, чем пытаться смотреть. У кого что собрано. Пока что, в ранней игре основные киллы идут. И просматривать это всё никак нельзя. Магнус с иллюзиями здесь. Пытается бежать скандал. Скандал убивает. Получает немного урона. Вот ещё Шокуэйф приехал. И уже пол ХП его скандала. Топ Тауэр университет. Не убежать просто Паку здесь. Сейчас здесь и Тауру ещё заберут, и будет совсем всё плохо. Для команды Эмпайр. Ластилер купил армлет тем временем. Целиком прям. Магнуса. Деньги на Блинк есть. Закупился. Блинк в пути. Кто здесь ходит по речке, скандал. Осталось ему до аркиды. Буквально шесть сотен. Магнус находит. Говлака. Хоть он и на Хейсе, но вот Тривер спалярится на этот трассе. Как-то я не уверен, что была хорошая идея. Получает свой Блинк Даггер. Наконец пивает немножко маны. Очень сильно нужна Амека команде Виртуз Провод. Надо смотреть, кто её делает. Никто её пока не делает. Энигма 1300. Пока она даже не задумывалась. На экспорт. Скандал. Дэспак там. Сила крипа очень плотная стала. 1300 ХП. То есть Шокуэйф ему. Теперь уже не так больно. Не в смоке здесь входит Сален. Сален что-то купил. Но похоже это просто Пауэртрейс были. Потому что он очень бедный. Он умирал пять раз. Мы пришли все вместе. Сейчас здесь будет драка за Мид Тауэр. Со всех сторон все стоят. У них Блэк Холл наготове. Магнус. Очень сильно проседает Магнус. Ещё и ультимейт он потратил никуда. Пока он там пытался убить Кипровзлайт. И все это прекрасно знают. Собственно потому и пошли все пушить мид. С командой Эмпайр. Сказал им Кипровзлайт. Пока не треверсполярец. Ребята давайте скорее. Две минуты. Без ультимейта Магнуса. Верлигейм. Это в общем-то. Биг дел. Отпугив здесь. Элиминейт. Мелизери Арбаймч. Не переехали Магнус. Сейчас бы его подловили. Был бы совсем неаккурат. Ну вроде бы разошлись с мида немножко. Фармит. Блэйо Брейн. По Нетворсу на первое место выбил. Выбился. Скандал. Видимо что-то летит. Что-то он там делает с вещами. Вот он выжил. Айрон Брэйнч. Похоже летит к нему. Рецепт на Оркит. Зевс. Седьмого урня. Вот у него вкачан на максимум Лайтнинг Болт. Особо вещей каких-то нет. Пошел за руной. Берет дабл дэмэдж. Но отходит. Мидл Тауэр у них скоро можно будет дэнайт. Но здесь все пушат тем временем бот. Похоже сейчас здесь будет драка. Если там не будет Магнуса, все будет очень плохо. Магнусу надо скорее лететь на бот. Если они не хотят здесь действительно пушить. Вот он уже ченнелит телепорт. Прилетает. Реколи здесь входит в виде скандала. Скандал возможно и не видит. Он в госволке пререколился. Ну агрец. Летел. Магнус стянул он. Похоже так никого не стянул. Да, он отменил анимацию. Просто-напросто умер. Шагоблака пытается там бить. Каус Кнайт. Энигму. Забри скандал с аркейдом. Показал свой аркейд. Ну и летят на Виспе. Висп пролетает с Боуи Брейном. Уже минус 3. Сделали Эмпайр. Эйрмен бежает под Тауэр. Хоть куда-то надо убежать. Поченелить телепорт свой. Цепляет его на Экс. Но здесь уже никак не выжить. Минус 4. Вот так вот внезапно. То есть. Впрыгивает Магнус. Пытается что-то дать. Но здесь все в рассыпном вроде бы стоят. Даже ультимейт он не смог поражать. Анимация была видна. Там ему сходно совали. Магнуса не стало. Очень плохо потралили здесь Виртус Про. Хотели пушить. Пока ждали Магнуса. В общем-то сами их всех перерезали. Хоть там и ходил по речке. Этот Киперов Злайд не самая удобная позиция была. Не было ни сентривардов, ничего. Знали, что придет невидимый Клинкс. И все испортит. Он так и сделал. То есть он по речке спокойно обошел Госволкеву здесь. И просто взял и убил Энигму. Буквально за пару выстрелов с Аркидом. Такое. На миде Дракон. Конец Триверс Полярица. Но вот он один. Блэкхолл Ченнелит Энигма. Ее даже откинули немного Блайндом. Вот она такой Блэкхолл странный. Ченнелит. Тызли еще и обратно Блэкхолл Брэйна. Ведь уже мертвый скандал. По всем Элиминейт идет. Похили с Ол Рипом и Энигмой, чтобы ее на всякий случай не убили. Ну, минус два сделали. Убили двух таких. Самых важных героев в команде Эмпайр. Виртуз Про. Немножко вернули себя обратно. После последнего файта у них совсем провал был по ресурсам. Сейчас же, как мы видим, немножко отыграли. Чуть-чуть совсем не так глобально, но... Нельзя теперь допускать больше такие ошибки, что вот пошли они попушить бот, называется, и... Летит Вис прямо на Тауэр. Сейчас Тауэр просто будет убивать эту гонку Тауэра. В пути убили Магнуса. Между делом просто. Однако, сами за это и поплатились. Тауэр над Денай. Соксай остался Денай Тауэр. Пак пытается бежать. Застрял здесь в нейтралах. Ну и Эрман 4 секунды. Добил. Совершенно внезапно не получился прилет. То есть, Эмпайр сделали очень большую ошибку. Тауэр, конечно же, по Денай. Никого не убили. Точнее, убили они только Магнуса. Ну и сами там поумирали. Ну теперь уже побольше отыграли. Я думаю, что из Денай. Тауэр поубивали людей. По золоту пока не убедительно. Из-за того, что там постоянно формируют. Сейчас еще и Рошанова убьют. На миде Тауэр по Денай. Дали еще немного золота Эмпайрам. Но не так критично. Сейчас встанет и убьют Рошан. И с экспириенсами и золотом. Все встанет просто прекрасно. Клинкс берет Аегис. Скандал достаточно часто убивает. 2-3-0 у него всего счета. Вот он только что получил. Ну не только что. Аркит получил давно уже. Достаточно доделал ПТ. Но теперь вроде более-менее все хорошо. Надо Мэджик Ван дособирать. Теперь можно начинать бегать, искать людей. Здесь какой-то совместный фарминг леса происходит. Радиент Мидель Тауэр под атакой. Трипы уже чуть ли не к Тир-2 подходят. Все еще хотят Бот Тауэр. То есть сейчас будет очередная драка за Бот Тауэр. И как бы здесь опять Вирту Спро не оступились. Ходят бродить. С этой стороны Блой Йо Брэйн с Виспом. То есть если что, в файт они прилетят. Все это прекрасно понимают. А пока же сплит пушит. То есть соберутся Вирту Спро в пятером. Они пропушат Тауэр. И потом еще прилетят, убьют их. То есть такой вот план. С этой стороны еще есть скандал. Где-то в принципе тоже самое. У нее телепорта нет, к сожалению. Но Тауэр очень быстро запушит. Я бы даже Стрейф на его месте поражал. Полетели. Полетели Висп здесь. С Блой Йо Брэйном. Грызет Санту Блой Йо Брэйн. Очень быстро сейчас его убьет. Убивает. Здесь успел улететь в Хаус Кнайт. В общем-то. Убили Том Стоун. Довольно собой. Дезолятор. Купил рецепт себе Блой Йо Брэйн. Сейчас им Мифрилхаймер последний докупит. Пак понял, что очень часто умирает. Купил себе Брайсер просто-напросто. Почему бы и нет. Скандал делает БКБ тем временем. То есть Тауэр здесь он все-таки добрал. Добил. Денег достаточно много. Вот он опережает Хаус Кнайт и всех остальных в команде Рейзентов. Поставили Вард. Ну и пошли гоняться. Виртус Про. Освобождать свои леса. Здесь стоит обычный Вард. Стоит Центр. Не достает. Да. Варда Дайер, к сожалению. Двадцатая минута. Вроде бы чуть-чуть отбили. Ну и обратно потом свалились. Виртус Про. По деньгам же совсем без просветности пока что. То есть нужно что-то делать. Пока совсем не вижу, как Пикзев себя оправдывает. Конечно, хорошо, что он там посвечил Хаус Кнайт, когда Пак выходил за деревья. Это просто прекрасно. Однако, как мне не кажется, что пока что Пик как-то у них работает. То есть не вижу я особых плюсов от этого пика. Так, куда летят? Вот, прилетели на бот. Санта сходу схлопнулся. Ну понятно, что с Дезолятору на Экс. В общем-то, в пятнадцатую урню он схлопнули. Убили Виспа. Замстили немного. Зубанули. Штам болтом. Лайдинг болтом. Сая. Дали Dream Coil. Кидает Элизеро. Пак его один убьет. Ну и здесь ползут. НС пытался спастись. НС улетело все-таки. Ну здесь всех этих крипов можно поесть. Потом стола, к сожалению, не успели убить. Но вот. Два их за одного убили. То есть, в общем-то, стесняться теперь нечего. То Висп может умирать, но если при этом его керри будет получать скил, им этот размен вполне по душе. Пак спрятался. Таур теперь такой-то хиперовзлайта, но там Мека, там Трэнкл Бут. В общем-то, не страшно. Ну и скандал. Как с пулемета, например, стрелял эту вышку. 1600 обловия Брейна. Дорошан еще долго. То есть, пока что будет пытаться так давить карты. Почти не осталось у Рейзинд. То есть, у них вот так вот карты уже. Даже меньше. Ну и давит. Продолжает Эмпайр. Давид не давит просто покоя. Габлак здесь как-то прям совсем обнаглел. Ходит. Вот, получил он. Каусболт. Убили. Санта в ответ. Убивает Бого Брейн. Эйрмен показал, что есть у него БКБ, что никого он не боится. Находит его скандал. Получает 4 секундный стан. Ну и сейчас ему насуют здесь. С иллюзиями совсем. Насовали. Выбили из него Аегис. Просветка бы никуда. Пришел Бого Брейн. На него Блэк Холл спустили. Скандал. Респавнус тоже Блэк Холл засосало. Успел. Успел Найк спастись. Он залез в скандалы. И оба убегают. Оба кэри. Порезали связкой Хаус Кнайта. Отлично подрались. То есть в итоге после Блэк Холла оказалось так, что все умерли на стороне команды Виртуз Про. Замечательно. Опять Бого Брейн спрятался в последний момент. Вот он в скандалы залез. Ну и полетели. Летят. Догнать надо Энесса добить. Добили Энесса. В общем-то уже просто издеваются. Невнаглые на базу летят. Надо погрызть Тауэр чуть-чуть. Вис подцепился, влетел. Ну и здесь Тауэр сейчас доедят. В общем-то... Похоже, что Эмпар не собирается сдавать ни одной игры. Ни к чему показываются какие-то слабости. Блинк Дайгеру пак из-за сюда. В общем-то сейчас они доедят уже барак. Ну как-то я бы сказал, обе этих игры Виртуз Про проиграли исключительно на стадии дракон. Что сперва они там пытались чудить с Блонаром Штромспиритом. Здесь начудили. Набрали всего на свете. Даже Девсы под конец пикнули. Ну и опять же... В общем-то в Эрли Гейм немножко поубивали. А потом выяснилось, что не получается. Понятно, есть два сильных ультимейта. Что там и Реверс Полярти, и все остальное. Здесь вроде бы и зомби есть. Казалось бы, почему Тимфайты проигрывают. Но вот тем не менее проигрывают. То есть с Виспом постоянно летали, убивали по одному, по чуть-чуть. Там потом... Кого-то убьет Клинкс понемножку. Ну и в целом... Раз за разом вот так вот... Погибают. В блоке сидит Флайстиллер, никто это не знает. То есть тиммейт прожал Зевс. Всем Дреймкоил влезает в Ловья Брейн. Сходу убивает он. Одного, второго. Получает даблкил. Выкупается Висп, тем временем которого убили случайно. Магнус просто за орки складывается. Ну и Эрли Ман. Минус четыре. Где Энигма-то? Вот Энигма, улетела. Энигма, минус пять не было. 18-22. Орки-то уже и Блова ее Брейна. Вот так вот он решил закупиться. Теперь у нее постоянно и маны есть, и атак спид. Все хорошо. Еще и даст, если... Активку. То минус один он будет делать еще быстрее. И так, в принципе, саппорт за два, за три удара съедает. Но теперь особо противный кастер, типа Энигма, типа Магнусу, не успеет просто ничего поражать. То есть они могут раскидывать два этих Сайленса на оба таргета. И весьма быстро доиграли. Вторую сторону допушили, отходят. Виртус Про пока не сдаются. Ну как-то сгнават уже. Первую игру они за 10 минут сказали, ГГВП считай. Там, по-моему, даже минут 11-12 где-то была. Как минимум не 20-й. Ну и, в общем-то, Эмпайр показывает, что команда не весьма сильная. И так было понятно. За Аркит убивает. Love your brain. Магнус. Ну и здесь какой-то кластерфак просто происходит. Гоняется. Вот убили Зевса. Убили тем временем Клинкс. Клинкс выкупился. Идет Блэк Холл в скандалах Габлака. В общем-то, скандал обижается. Санта. Очень много стаков на нем, но не стало проблемой. Добили. Санта выкупается. ГГВП поздравляет. 3000 долларов забирает команда Эмпайр. 2000 достается команде Виртус Про. Не думаю, что так они расстраиваются. Скачок не настолько большой. Ну и, наконец, просто всех вырезали. Полный тимвайп. 3-0 выигрывает команда Эмпайр. Это Бэшл 5. Куда-то полетели, куда полетели. Полетели в фонтан. Особо много здесь убить не получилось. Добили Магнус, который не выходит. Сказали им, что надо выходить. Ну, скажем так, скачок не такой большой по сравнению, допустим, допустим, с G1 Лигой. В G1 Лиге там скачок был в 4 раза. Напомню. Пусть там было 2000, 8000... Сколько там, 16 или сколько, 32 тысячи, не помню. В общем, значительный скачок. Наконец-то ливнул. Магнусы добивает ром. Последняя игра была за вечер. То есть, я думал, подольше будет как-то игр. Но, как выяснилось, всего на час нам хватило этих развлечений. Вода залью я. Скорее всего, завтра. К полудню где-то. То есть, там пока склеиваю все эти кусочки, там стрим падал несколько раз, в общем-то. Ладно. Спасибо, что смотрели. До свидания. Продолжение следует...